Стены этого магазина в агрогородке Александрия Шкловского района еще помнят, когда лет 20 назад в ассортименте магазина потреб кооперации были только товары первой необходимости и ничего больше. Теперь же изобилие. Более 4000 наименований, при этом 90% товара под маркой сделано в Беларуси. Свобода выбора сейчас, как вы видите, цены очень радуют относительно и много акций проводится здесь. Никакого сравнения не маю. Сейчас же изобилие всего. Дерю только бы деньги. Я не вижу различия между сельским магазином и городским. Широкий ассортимент молочной продукции, хлебобулочных изделий, специй. К тому же от системы «Продавец за прилавком» ушли полтора года назад, когда обновили и сам магазин. Теперь товар можно взять в руки, посмотреть состав и срок годности. И результат товарооборот увеличился в полтора раза. Правила игры одинаковы и для крупных ритейлеров, и для мелких магазинов. Чтобы не просто оставаться на плаву, а работать в плюс, магазинам Белкопсоюза также приходится конкурировать. У них, может, и не всегда, но в целом получается. Цена — это самое важное. И если мы видим, что у конкурентов есть цены более низкие, то, конечно же, проводится работа с поставщиками по снижению оптовых цен. Будущее потребкооперации обсуждали сегодня во Дворце независимости. Такое внимание более чем оправдано. Белкопсоюз — это организация, в структуре которой более 250 юрлиц и подразделений с оборотом в 2,3 миллиарда рублей. Причем в некоторых районах доля магазинов потребкооперации достигает 70%, как, например, в Дрибинском. Фактически местами Белкопсоюз — монополист, но вынужденный в населенных пунктах с численностью менее 200 жителей содержать торговые точки сложно и чаще всего убыточно. И исторически эту социальную функцию выполняет как раз потребкооперация. Но времена меняются. Во-первых, нам страхнуть всю систему. Мы все время, с точки зрения потребкооперации, воюем за место под солнцем, в то время как наступают частные торговые организации. Их же сейчас много, хороших организаций этих частных, мобильных, которые уже идут на твое поле деятельности. И уже люди просят, дайте их нам. Они уже идут в деревню. Поручал Тапузидису, чтобы он, на примере Шкловского района, который я хорошо знаю, сделал эту систему. Пройдет время, ты мне скажешь, как он делает сейчас, мы посмотрим, как он сделал. И может это будет неплохой вариант. И может этот вариант надо будет потребкооперации повторить в других районах. То есть вы должны быть конкурентоспособными. Если этой конкурентоспособности не будет, какой смысл нам искусственно держать какую-то организацию? Ну какой смысл? Или точнее сказать, зачем у этой организации держать какие-то функции, с которыми она не справляется? При этом нельзя сказать, что Белкопсоюз частую проигрывает конкуренцию ведущим ритейлерам. В этом году открыто 18 новых магазинов шаговой доступности, 30 торговых точек перепрофилировали. В почти сотни обновили все оборудование. Это уже не старая добрая сельпо-магазины. Теперь здесь есть банковские платежные терминалы, вырос ассортимент, а цены не выше, чем у крупных торговых сетей. Но все же полторы тысячи магазинов на селе – это 18 миллионов рублей убытков по прошлому году. И чтобы там, где частный бизнес готов взять на себя обслуживание населения, будучи уверенным в прибыльности, государство рассматривает все варианты. Все для покупателя. В Варшанском районе запрет на превышение 20-процентного порога от общего товарооборота региона отменен президентским указом для Евроопта. В Шкловском, как отметил президент, на себя эту роль взяла корона. Как будет дальше, покажет практика и мнение покупателей. Здесь закупается весь Шклов и не только, говорят местные жители. 31 мая открылся современный торговый центр. Не только продукты питания, бытовая техника, детский развлекательный центр, пиццерия и даже 3D-кинотеатр. Торговый центр в 3,5 тысячи квадратов стал мощным социальным проектом. Теперь жителям Шклова и сельчанам доступны те же товары и услуги, что и горожанам. Может и правда, нужно, как говорит президент, рассмотреть и такой вариант торговли на селе. Есть ли у людей такие отзывы? Насколько на слуху знакомых, дети очень рады. Есть куда вывезти детей. Такой выбор для такого города – это просто шикарно. Очень удобно придя, допустим, мне с работы и купить здесь всё. При этом даже помимо розничной торговли Белкопсоюзу есть чем заняться. У них по стране 750 точек, где можно сдать овощи и фрукты со своих личных подворьей, получив за это наличные. Это тоже важная социальная функция, причем прибыльная для государства. Перепродажа переработанных овощей и фруктов только от экспорта приносит кооперации 30 миллионов долларов. Но Александр Лукашенко требует, чтобы сдавать яблоки и картошку было выгодно и самим людям. Может быть, по требам кооперации стоит сейчас заниматься своей деятельностью. Для чего она была изначально предназначена? Работой с населением. В основном, может, и только с населением забрать у них излишки. Картофель, овощи, сегодня яблоко, груши на злобу дня. А серьезнейший урожай яблок. Яблони ломятся в садах у крестьян. Ну, конечно, заплатить же надо. Не пять центов, как ты сейчас платишь. Меня информируют, что никакая цена, поэтому крестьяне не хотят продавать. Я не сторонник уничтожения по требам кооперации. Когда-то я был сторонником, я ее фактически сохранил, когда еще был депутатом. Воевал за ее сохранение. Настало время на нее посмотреть открытыми глазами и четко определиться, что нам надо в по требам кооперации, что не надо и какой ей быть вообще. Впрочем, каких-либо резких изменений в работе Белкопсоюза не будет. Президент поручил собрать в феврале расширенное совещание, где детально обсудят каждое направление работы. Причем, с одной стороны, комитет госконтроля докладывает, что в потреб кооперации больше негативного, чем положительного. С другой стороны, лично Александр Лукашенко настаивает, нужно разобраться. Важно, есть ли положительная динамика. Более миллиона личных подворий у нас в стране. И с каждым необходимо работать. В сельских личных подворьях. Почти 25 тысяч населенных пунктов республики обслуживается потребка операций. Мы стараемся сделать вот эти объекты более привлекательными, с разветвленной наличием товаров, работаем над ценовой политикой. Что же касается прихода в регионы частных продавцов, глава Белкопсоюза предельно откровенен. Да, пожалуйста, закон не запрещает. Но на самом деле ритейлеры чаще всего крайне избирательны. В некоторых случаях мы поддерживаем. Мы просто договоримся с ними открывать торговую точку. Мы вас будем снабжать и некоторыми видами товаров, которые у нас выпускает наша промышленность. Но особо желающих нет. Почему? Потому что, как бы оно ни было, работа в таких населенных пунктах до 200 человек, любой торговой точки, любой, при условии выдерживания требований ассортимента цены и других вопросов, она убыточна. И мы их закрыть не можем. Почему? Потому что хотелось бы это сделать, но население просто просит. Это единственная точка, куда можно собраться, прийти. Здесь уже социальные функции. И хоронить Биолкопсоюз, да даже сомневаться в его конкурентоспособности, рано. Потреб кооперация готова честно повоевать на рынке. На начало августа в системе было 45 убыточных предприятий. Вроде много, но год назад было вдвое больше. То есть динамика обнадеживающая. Магазины, автолавки и пункты приема овощей и фруктов – это все будет. И на качественно новом уровне. Игорь Тур, Елена Соловьева, Сергей Янковский, Владимир Недобоев. Наши новости ОНТ.